Дорожное движение Дорожное движение Год назад на расширенном состоянии коллегии прокуратуры Республики Коми перед государственными обвинителями поставлена задача добиваться неотвратимости и адекватности назначаемого уголовного наказания за преступления, связанные с нарушениями правил дорожного движения, которые всегда влекут тяжкие последствия. Информация о результатах проведенного нами анализа и проблемных вопросах рассмотрения этой категории уголовных дел направлялась в Верховный суд Республики Коми. Благодаря принятым мерам в 2014 году все лица, совершившие в состоянии опьянения ДТП с смертельным исходом, осуждены к реальному лишению свободы. По апелляционным представлениям изменены приговоры в отношении восьми осужденных, в том числе в отношении двух Верховного судового республики условное наказание заменено на реальное лишение свободы. В целом доля лиц, совершивших данные преступления в состоянии алкогольного опьянения и осужденных к реальному лишению свободы увеличилась на 30% по сравнению с 2013 годом, а количество прекращенных судей дел в связи с примирением сторон снизилось с 8 до 1. Президентом России 31 декабря 2014 года подписан федеральный закон, который усиливает уголовную ответственность за такие деяния. Поэтому сейчас можно смело говорить о том, что мы очень своевременно и абсолютно правильно обратили внимание на эту проблему и сумели добиться исправления ситуации в рамках еще существующего уголовного законодательства. В наступившем году мы намерены заняться вопросами качества расследования уголовных дел о нарушениях правил дорожных движений, где проблем более чем достаточно. Должественные лица органов внутренних дел, получив сообщение о ДТП с пострадавшими, зачастую не исполняют требования пункта 7.1 положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии расследований преступлений, утвержденного приказом МВД России 26 марта 2008 года номер 280 по организации выезда следственной оперативной группы. Каждый третий осмотр места происшествия по уголовным делам о ДТП в истекшем году производился без участия эксперта-криминалиста. В 46 случаях блаженными лицами, не имеющими полномочий по расследованию таких дел, из них в 6 при наличии погибших. Так, в Сысельском районе, обладая достоверной информацией о том, что в результате ДТП погиб человек и поступившее сообщение о происшествии является фактически сообщением о преступлении, на место происшествия выехал и производил осмотр не следователь, а инспектор ГИБДД, не являющийся участником уголовного судопроизводства. По этой причине не во всех случаях производится тщательная фиксация в протоколах и фототаблицах объектов и следов, характеризующих транспортные средства, место столкновения, дислокацию дорожных знаков и состояние дорожного полотна. В результате процессуальные документы являются неинформативными, что не позволяет экспертам-автотехникам составить достоверное заключение, а следователям принять законные процессуальные решения. К примеру, в Сыктывкаре основанием для принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту наезда на пешехода со смертельным исходом стал вывод эксперта об отсутствии технической возможности предотвратить столкновение, сделанное лишь на пояснениях водителя. Никаких мер к проверке его показаний о движении с допустимой скоростью следователям не принималось. Уже в текущем году прокурорами это было пять незаконных процессуальных решений по фактам происшествий со схожими обстоятельствами. В прошедшем году 21 уголовное дело из 152 по фактам ДТП возбуждено спустя более полугода после регистрации сообщения, а 3 спустя более года. Три дела возбуждены только после вмешательства прокуратуры. В следствии волокиты низкого качества более половины дел расследованы с нарушенным сроком. По каждому четвертому делу, связанному с причинением потерпевшему тяжкого вреда здоровью, судья медицинская экспертиза назначена по истечении месяца и более после начала предварительного следствия. Из 93 автотехнических экспертиз в 15 случаях не имелось достаточных материалов для их проведения, а в 34 постановлениях ставились вопросы, относящиеся к правовому аспекту и выходящие за пределы компетенции эксперта. В результате этих нарушений каждое шестое дело в 2014 году возвращено прокурорами для производства дополнительного расследования, в том числе 4 в связи с необходимостью производства повторного осмотра места происшествия, а 3 для проведения дополнительной экспертизы. По статистике, на Сыктывкар и Ухту приходится почти половина пострадавших и свыше четверти погибших в ДТП в республике. Однако даже в этих крупных городах не имеется штатных подразделений, занимающихся расследованием такой категории дел. Руководители ООД не создавали и специализированных следственно-оперативных групп по расследованию этих преступлений, хотя соответствующие права предоставлены пунктом 7.2 высшеназного положения МВД России. Создание таких подразделений и групп, на наш взгляд, могло бы способствовать исправлению ситуации. В рамках надзора за соблюдением федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения в 2014 году нами выявлено 1349 нарушений, что на треть больше, чем в предыдущем. Это как раз факты неисполнения законов, которые могли бы оказать профилактическое действие на состояние аварийности. В 2012 году на совместной коллегии прокуратуры МВД Республики мы ставили ряд задач по обеспечению безопасности дорожного движения. С тех пор проделана большая работа. Расширена сеть средств автоматической фиксации административных правонарушений. Более чем на 20% увеличилось количество выявленных сотрудниками МВД правонарушений. Взыскиваемость налагаемых штрафов превысила 74% и является одной из самых высоких среди всех органов административной юрисдикции. После нашего вмешательства МВД Республики удалось решить системную проблему неотбытия административных арестов, назначенных судами за грубые нарушения правил дорожного движения. 112 нарушителей в Сыктывкаре и 102 в Кайгородском районе отбыли административные аресты, что безусловно повлияло как на общее снижение аварийности, так и на снижение с 210 до 200 количества ДТП, совершенных в состоянии опьянения. Однако проведенная нами в декабре минувшего года плановая проверка выявила ряд проблем, требующих оперативного решения. Не принимается достаточных мер по поддержанию в работоспособных состояниях сети средств автоматической фиксации правонарушений. Так, по причине ненадлежащего обслуживания в городе Сыктывкаре более полугода не эксплуатируются три стационарных измерителя скорости. Осуществует подразделение ГИБДД актуализированных баз данных о собственниках транспортных средств явилось причиной освобождения от наказания за совершение правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме отдельных юридических лиц, а также владельцев транспортных средств, зарегистрированных в других регионах. При этом, согласно пункту 21 положения о Центре автоматической фиксации административных правонарушений ГИБД МВД по республике, идентификация владельца транспортного средства, допустившего нарушение правил дорожного движения, является обязанностью сотрудников Центра. Установлены факты незаконного освобождения от административной ответственности лиц, не исполнивших обязанность по уплате административных штрафов. К ответственности по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях привлечен лишь каждый четвертый правонарушитель, а более чем в 50 тысячах случаев виновные не понесли наказание. Вновь выявлено 15 фактов неотбытия наказания в виде административных арестов за нарушение правил дорожного движения, теперь уже в городе Сногорске, Капкировском районе. Прокурорам городов и районах необходимо более оперативно реагировать на возникающие проблемы права применения в данной сфере, пресекать факты неисполнения требований закона о безопасности дорожного движения. И последнее, что хотелось бы сказать. Мы, или я в своем докладе, при подготовке осознанно не стал приводить примеры наиболее отличившихся прокуроров городов и районов, или тех, у которых имеются серьезные проблемы. Связано это с тем, и я думаю, что все должны знать, что 22 декабря президентом подписан федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о прокуратуре, и 3 января этого года он вступил в законную силу, в соответствии с которым срок полномочий прокуроров устанавливается на течение 5 лет. В данном случае срок имеет обратную силу, то есть этот срок нужно считать с момента последнего назначения прокуроров на должность. Мы двух прокуроров уже, предвидя, поскольку проходили чтение в Государственной Думе, ротировали это в Оркута и Инта. И в течение первого полугодия, в соответствии с требованиями данного федерального закона, до 1 июля мы должны завершить эту работу, и она коснется большого, я думаю, что примерно половины всех прокуроров. Поэтому у меня убедительная просьба, учитывая, что сейчас у нас уже идут переназначения, документы направляем прокурорам, которые еще пока на прежнем месте, тех, кто будет туда приезжать, организовать все-таки таким образом, чтобы в первом полугодии вот эти ваши переезды, руководители городских, районных, специализированных прокуратур не сказались на эффективности работы. Редактор субтитров А.Семкин